Здравствуйте! Вы смотрите программу Мотивации. Всё, что мы видим вокруг и всё, чем пользуемся в жизни, созданное людьми с научной мотивацией. Сегодня мы побеседуем с Владимиром Павловичем Селяевым. Владимир Павлович Селяев. Действительный член Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Доктор технических наук. Профессор. Заведующий кафедрой строительных конструкций. Директор НИИ строительства при Мордовском университете. Член двух докторских диссертационных советов. И почетный доктор наук Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Президент научно-технического общества строителей Республики Мордовия. Руководитель Республиканского центра по сертификации строительной продукции «Мордовстройсертификация». Руководитель Республиканского инновационного центра новые строительные материалы и технологии. директор филиала Межрегионального объединения строителей, научный руководитель испытательного центра строительных материалов, изделий и конструкций. Родился 21 ноября 1944 года в селе Барашеве Тенгушевского района. В 67-м окончил строительный факультет Мордовского университета. В 73-м защитил кандидатскую диссертацию, а в 85-м докторскую. С 76-го по 78-й и с 81-го по 89-й годы работал деканом строительного факультета. С 89-го по 92-й проректором по учебной работе, а с 92-го по 97-й проректором по научной работе Мордовского университета. Владимир Павлович подготовил двух докторов и более 30 кандидатов наук. Владимир Павлович, какие у вас мотивации научные? Почему вы так ради долговечности строительных конструкций готовы нагружать свое мышление совмещением разных знаний из разных научных областей? Мотивация здесь одна, это уже образ жизни. Потому что мотивации бывают на этапе становления. Когда ученый только взрослеет, он только становится ученым, там нужны мотивации. Там надо видеть, что тебя ждет впереди. Там может быть зарплата, положение и так далее, уважение, признание. А сегодня, понимаете, это уже просто образ жизни. У ученого образ жизни именно в том, что он должен погрузиться в свою проблему, жить этой проблемой, постоянно думать о ней. И здесь уже от этого никуда не денешься. Потому что это твое вооружение. И я не знаю, здесь не нужна мотивация. Если даже, к примеру, я могу предположить, как крайний случай, что я ухожу из университета или из высшего учебного заведения и просто живу. Но я все равно буду заниматься проблемой, потому что мне это интересно. А когда у вас появился интерес? К науке. Да. Тоже сложно сказать, когда у вас появился интерес. Потому что наукой я, так, я думаю, я начал заниматься 50 лет назад. Где-то так вот. И первый доклад я делал на студенческой конференции по проблемам экономики. Под руководством Куприянова Алексея Емельяновича. Такой был преподаватель экономического факультета или кафедры экономики. Вот. Но мне как-то эта проблематика не пришлась по душе. Я стал больше интересоваться вопросами расчета, вопросами материаловедения. И пришел уже к конструкции. Это, наверное, где-то уже в году 66-м. Вот. Но у меня не было такого стремления стать ученым. После окончания я хотел уехать прорабом куда-нибудь на большую стройку, поработать, попробовать себя. Ну, мы были романтики, идеалисты. Нам хотелось что-то хорошего, большого, что-то сделать, что-то, какой-то вклад. Вот. Большой. Наука, она же, это кропотливая такая, незаметная работа, которую надо выполнять каждый день, не думая о том, что это будет успех какой-то. Ну, потом меня уговорили, уговорил Левков Сергей Анисимович и Карташов Валентин Антонинович, что я должен остаться в университете. И я с тех пор в университете. И уже с 67-го года я в университете. Вот вы ведете занятия и читаете лекции студентам, приобщаетесь с ними. Как нужно подавать им материалы из сложной науки, которая сейчас за это время развилась, и вы применяете аппараты совершенно разных наук. Это очень сложно. Как им так подать, чтобы это их заинтересовало, и они сами захотели влиться в эту научную работу и принести свой вклад? Ну, здесь, понимаете, у каждого, наверное, преподавателя свой стиль подачи материала. Вот. Ну, по крайней мере, я могу, допустим, для примера сравнить. Вот Сергей Анисимович Левков, он архитектор, он был деканом факультета строительного. Вот. Он преподавал материал эмоционально. Эмоционально, очень так это интересно. Но его лекцию записать почти было невозможно. Потому что, ну, потому что мы слушали, и, в общем-то, вот его эмоциональные такие вот выступления, они как-то переходили от одного к другому. Ну, как-то было интересно, но записать очень трудно было. Хотя предмет мы знали. Он нам преподавал историю архитектуры. Он мог блестяще нарисовать там, допустим, здание Адмиралтейства, его реконструкцию на доске мелом. Вот. Это один стиль эмоциональный. Другой стиль был у Карташова. У него стиль лаконичный. Он старался изложить только то, что полагается знать, и то, что нужно для развития своих мыслей. И вот этот лаконичный стиль, он как-то для меня больше подошел. Я тоже стараюсь студентов не перегружать лишней информацией, а давать только то, что им надо. И эту информацию, которую им надо, я стараюсь довести в популярной форме, буквально это самое, без применения особо сложных математических выкладок и так далее. Потому что у нас задача все-таки немного другая. Мы прикладная наука, и мы должны его студентам, например, я по своему предмету железобетонной конструкции, я должен научить его понимать конструкцию, как она работает, и как ее надо правильно запроектировать. И там иногда сложная математика не нужна. Там можно объяснить это на простых примерах, более простыми методами. И стараемся это делать. Но все равно студентам кажется, что это очень трудный предмет. Владимир Павлович Селяев всю свою жизнь работает в Мордовском университете. Он здесь учился, он здесь защищался и продолжает работать. Борис Михайлович Люпаев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и специальных инженерных сооружений Мордовского университета. Родился 24 сентября 1935 года в городе Саранске. В 1959 окончил строительный факультет Горьковского строительного института, после чего стал работать в Мордовском университете ассистентом и старшим преподавателем архитектурно-строительного факультета. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 – докторскую. Кафедра, которой заведует Борис Михайлович, до 1991 года называлась «Гидромиллиоративные сооружения». Это человек, который целиком посвятил себя воспитанию студентов, будущих специалистов. Личным примером, своим трудолюбием, вниманием к окружающим, к своим преподавателям. Он заслужил хорошее отношение к нему коллектива. Конечно, он человек непростой, принципиальный, поэтому иногда бывали осложнения у него с кем-то, но он никогда долго об этом не помнил и никогда это не афишировал. Поэтому с точки зрения как человека, это нормальный наш советский, мордовский ученый, человек, педагог. Как ученый, он очень много сделал для университета. Он подготовил более 10 кандидатов технических наук, подготовил доктора наук. И вообще его отмечают в нашей Академии строителей. Он академик строительной Академии наук. Это очень высокое знание. На тысячи докторов наук в России таких академиков всего 5-10 человек. Владимир Павлович Селяев, как ученый, разрабатывает очень сложную проблему. Определение, какой запас несущей способности обладает существующей конструкцией. Что это такое? Построили здание, простоял год-два-три, и что-то стало на нам разрушаться, и могут быть жертвы. Когда таких жертв очень много, то это очень большая неприятность. Задача очень сложная. Зависит от многих факторов, от физических свойств, и от того, какая окружающая среда, какие колебания, давления, магнитные сферы и так далее. Все это отражается. Вот этим он занимается. Это очень сложный раздел строительной техники. Тем более, что благодаря разработкам его защитил столько человек. Это говорит о том, что направление выбрано правильно, его одобряют, и у него большие перспективы и дальше роста есть. Я его помню с тех пор, когда он у меня был студентом. Он сидел всегда в крайнем бреду ближе к окну, и был очень внимательный, задавал интересный вопрос. Хотя прошло уже 50 лет. Где он даже сидел, и как он работал. Он не бегал мимо зала. И теперь также он относится к своим преподавателям и своим студентам. Очень хорошо, что у нас есть такие люди, как Владимир Павлович Селяев. Ему, дай Бог, ему еще и здоровья, и успехов в дальнейшем. А если вот возвращаясь к той теме, на которой вы сосредоточились, именно долговечность, у строительных конструкций можно их с разных сторон рассматривать. Наверняка ученые в вашей области рассматривают их по-разному. То, что им кажется наиболее актуальным в этом вопросе. Вот хотелось бы узнать, почему именно долговечность вас привлекла? Долговечность меня привлекла, почему? Потому что в аспирантуре еще я начал заниматься полимерами. Полимеры, материал дорогой, и они применялись именно как химические стойкие материалы. И они применялись для защиты, допустим, железобетонных, металлических конструкций. И поэтому сразу встал вопрос о их долговечности. И вот оттуда пошло. А если мы занимаемся с вами долговечностью полимерных покрытий, долговечностью мастик, то почему мы не занимаемся вопросами долговечности конструкций. И поэтому от материала перешло к конструкциям уже и проблеме долговечности конструкции. Если вы не разочаровались в этой теме, до сих пор она вам интересна, а тогда кто же выбрал ту тему, кто вам ее подсказал? Вы сами или сами? Сами. И наущество, бывает, это вас поддержало. Он поддержал, да. Ну вот, кандидатскую диссертацию, план кандидатской диссертации, это работа железобетонных конструкций с полимерными покрытиями, мне, в принципе, предложил Саламатов, мой учитель Васильевич. Потом, когда я уже защитил кандидатскую диссертацию, ну, здесь начал думать о докторской, причем я Васильевич к этому, в общем, побуждал всячески, что я могу сделать докторскую. Вот, я стал думать о том, в каком направлении. Ну, для меня была близка тема по надежности строительной конструкции, потому что я хорошо знал математику, знал статистику. Вот, я набросал план, показал ему, он говорит, это, в принципе, немного далеко от него. Ну, я взял ее, переделал на долговечность, потому что это проблемы близкие, надежность, долговечность. Он говорит, это, мы опять работаем вместе. И мы стали с ним опять работать вместе. По правилам долговечности. А вот в некоторых странах нет разделения на кандидатскую докторскую диссертацию. У нас есть, как вы считаете, какая лучше система? Ну, я считаю, что наша система лучше, потому что, понимаете, надо вот ученому давать возможность всегда расти, да? И расти не только развивая объем своих научных знаний и там решений, которые ты сделаешь, да? Ну, и расти в общественном мнении, в признании обществом твоих достижений. И вот это, допустим, вот эти ступени, дипломная работа, кандидатская диссертация, докторская диссертация, да? Потом пошли там почетные звания, там, заслуженный деятель, там, Мордовий, заслуженный деятель России. Это все ступени признания. И они, вот, как раз, ну, какая-то определенная мотивация. Вас еще и академическая наука признала, вы на этом уровне? И академическая, это тоже, это вот очень большое признание, потому что, ну, вот, у нас в академии, значит, три отделения, отделения строительных наук. На всю Россию у нас 23 академика. Да, 23 академика. Ну, вот, значит, один, вот, в Саранске, один в Саратове, ну, а в Сибири, там, по-моему, трое, остальные Москва, Петербург. Все. Поэтому признание, это, когда выбирают, это большой конкурс, выбирают академики, люди, которые, в общем-то, судят, нет предвзято достаточно и должны тебя знать по работам. Поэтому это выборы, это государственная академия. Там квоты, там места определяются государством, там нет, это не общественное. А в Российской академии наук там строительного отделения нет? Там нет, там нет. Строительная академия была всегда отдельно. Она вот, она была еще при Екатерине Второй, вот, потом, значит, после революции ее не стало, потом была создана Академия Архитектуры и Строительства, потом Никита Сергеевич ее упразднил от того, что Академия выступила против вот тех решений об излишествах. Вот. Потом ее опять восстановили. То есть она так, как Феникс, возрождается. А не могли назвать еще людей, которыми вы в чем-то считаете научными кумирами или авторитетами, или идеалами? На кого вы ориентируетесь? Кто для вас, как бы, идеал для подражания, если просто сказать? Знаете, когда мы вот появляемся на свет и растем, да, то главное идеало для нас – родители. Это, по-моему, вот та главная основа, которая потом нам дает определенный стержень, определенный принцип подо всю жизнь. Поэтому прежде всего я был дарен родителям. Потом школьные учителя. У меня были хорошие школьные учителя. Вот по математике Костин Владимир Михайлович, по физике Владимир Васильевич Ситников и масса других. Это, которые, опять-таки, дали основу, которая мне помогла, в общем-то, дальше разбираться в более сложных явлениях. Ну, а потом, уже когда учился, конечно, вот я упоминал Карташова Валентина Антонимовича, ученый, который в то время для Мордовского университета, один из ведущих, вот, Левкова Сергея Анатонимовича. Ну, а потом, когда закончил, там уже у меня уровень интересов стал другой, поэтому появились и другие учителя. Ну, и вот, меня с Соломатом Васильевичем познакомил Потапов Юрий Борисович, и вот это было где-то, наверное, в году 69-м. Ну, и с тех пор я вот практически всю свою долгую жизнь работал именно с ним. Он умер, к сожалению, в 2001 году, вот, и работал с ним. Ну, здесь это не значит, что он единственный, он единственный, потому что, встречаясь с другими учеными, которые тоже интересны, у которых тоже можно многое перенять, и такие были. У меня официальным руководителем по кандидатской был Давыдов Сергей Сергеевич, это тоже была величина, интересный, интересный человек. Он занимался, правда, немного проблемами другими, которые его прославили всеми метрополитены, рассчитаны по его теории. Ну, и сегодня, сегодня я вроде достиг определенных высот, да, но, однако, я считаю, что учиться надо в каждом, в любом возрасте и в любом положении. И учиться можно даже у тех же магистров, у тех же студентов, потому что, понимаете, это надо уметь учиться, общаясь с людьми, и ты у них учишься. Он знает меньше тебя, но иногда он может высказать очень полезную мысль, которая тебя натолкнет на полезное решение. Возведение высоких и просторных зданий, в том числе небоскребов, стало возможно только благодаря изобретению главной строительной конструкции – несущего каркаса. За последние столетия его сооружали из разных строительных материалов – от дерева, кирпича, чугуна и стали, до железобетона и современных композитов. Но саму идею здания, опирающегося не на свои стены, а на каркас, впервые разработал и применил при реконструкции в соборе Сен-Дени аббат Сугерий. Именно его принято считать основателем готического архитектурного стиля. Под термином «готический» первоначально имели в виду версию о происхождении данной архитектуры от империи готов и их зодческой манеры построения колониальных величественных храмов с двускатными крышами и шатровыми пирамидальными башнями, о чем говорят присутствующие в иностранных названиях многих готических соборов непереведенные слова «дом», «монастырь» и «церковь». Когда Сугерий в школьные годы во время больших праздников присутствовал в тесном и слабо освященном здании Старого Собора, он вместе с другими испытывал на себе огромную давку народа, которая нередко заканчивала смертельными случаями затаптав неослабевших, задохнувшихся женщин. В книге об освящении церкви Сен-Дени он описывал, как в те моменты поднимался ужасный крик, начиналась паника, и даже священникам приходилось спасаться вместе с мощами святых через окна. Впоследствии Сугерий вспоминал «Я слышал об этом, когда был ребенком, я терпел это, когда был юношей, а став настоятелем, я обратил свои мысли на то, как бы скорее, наконец, расширить храм». Это стало его научной мотивацией. Он родился недалеко от Парижа, в бедной семье. Из пяти лет воспитывался в аббатстве Сен-Дени вместе с будущим королем Людовиком VI. Они подружились и поддерживали друг друга на протяжении всей жизни. Сугерий даже написал прославляющую его посмертную биографию. Возглавив монастырь Сен-Дени, он решил сделать его максимально вместительным, освященным, безопасным и вдохновляющим для паствы, и самым драгоценно украшенным в мире, даже богаче, чем собор Святой Софии в Константинополе. Сугерий добился признания своего аббатства, и именно его монахам поручили вести официальную летопись государства, а самого настоятельно называли «отцом Отечества». Собор Сен-Дени был местом погребения всех королей Франции, и в нем хранились государственное знамя, Арифламма, меч Карла Великого, золотой скипетр и трон франкского короля Дегаберта. К сожалению, во времена французской революции были изуродованы головы всех скульптур и прижизненные портреты, сожжены мощи более 60 правителей и разграблены могилы, витражи и сокровища собора. Современник Разгрома писал «Сен-Дени опустошено, здесь пролетают птицы, а на разбитых алтарях растет дрова». Историческим памятником научного наследия осталось только само здание, подтвердившее временем долговечность каркасной системы, которая устояла даже после безответственной попытки ее реставрации в 1837 году, следствием чего стало демонтирование северной башни, нарушающей симметрию западного фасада. Тем не менее, мы можем видеть в этом первом готическом соборе, как нагрузка от свода через нервюры арки передается на колонны и арк-бутаны, а с них на контрфорсы, что позволило уменьшить толщину стен, прорезать в них большие заостренные светящиеся разноцветными стеклами окна и освободить внутреннее пространство базилики, увеличив пролеты сводов и, насколько возможно, возвысив стрельчатую арку центрального нефа. В своей книге о том, что было сделано под его руководством, он отчитывался перед будущими поколениями, насколько бережно всегда старался относиться к освященным по преданию самим Христом стенам древнего монастыря, перестраивая и расширяя его. В этих мемуарах он пишет, что сильнее других был вдохновлен началом реконструкции, потому что еще когда был школьником, я мечтал сделать это, если у меня когда-нибудь появится такая возможность. Именно Сугерия является автором не только общей схемы главного портала, но и идея окна в форме витражной розы, применяемых при строительстве всех последующих готических храмов. На золотых дверях своего собора он оставил стихотворную запись, объясняющую смысл архитектуры света. Кто бы ты ни был, если хочешь восхвалить великолепие этих дверей, восхищайся не их золотом и стоимостью, а величием науки, потому что наука осветит путь наверх, и тем поможет темным умам подняться к свету истины, отворить ее двери и начать новую жизнь. Строившие готические соборы ложе вольных каменщиков сделали этот поиск внутреннего света, посвящение новых адептов и просвещение человечества краеугольным камнем своей миссии. А как Вы считаете, если сравнить финансирование науки частное, или вузовское финансирование науки, или государство финансирует науку, или международные организации финансируют науку? Какие плюсы и минусы у разных этих источников финансирования? Трудно здесь сказать, что я считаю, что, на мой взгляд, государство должно четко определить, какие научные достижения мы должны получить в ближайшее время, какие научные решения мы должны получить в ближайшее время, и на этом сконцентрировать все и умственный капитал, и финансовый капитал, и эти задачи решать. Если Вы, для примера, значит, война, разруха, но надо было создать ядерный щит, сконцентрировали, создали, да? Надо было запустить человека в космос, сконцентрировали, создали, да? Надо было, то есть, там решались, надо было создать боевую технику, опять, задачи поставлены конкретно, четко, что надо вот сделать самолет, у которого вес должен быть такой, дальность полета такая-то, грузоподъемность такая-то, да? Все, задачу решили. То есть, нужны конкретные задачи, конкретные, и будут конкретные решения. Задачи нет пока. Сегодня, сегодня государство таких четких задач не ставит. Значит, каждый выбирает себе задачу и работает как вольный художник. Я говорю, хочу этим заниматься, я буду этим заниматься. Ну, это и правда. Одной из таких задач может стать то, что у нас огромное количество и жилого фонда, и производственных помещений, они самортизированы, и очень такой страх ожидает, что нас ожидает период распада, разрушения. А если укрепить эти конструкции и сделать как-то одну из главных проблем, то что это очень большой процент. Да. Вот поэтому я занимаюсь долговечности, чтобы можно было оценить и сказать, вот в этом здании вы можете прожить еще 30 лет, а в этом нет. Потому что для этого нужен как раз аппарат, который позволял бы рассчитывать эти риски все. И для этой задачи у вас есть аппарат, и если поступит заказ, вы готовы набрать привлечие молодежи, если будет достойное обеспечение? Для того, чтобы этот аппарат сделать нормативным, нужно поставить очень объемный эксперимент. И естественно, я как индивидуальное лицо, ученый, ну пусть мне там грант даст университетов, без большого объема финансирования здесь не обойтись, потому что очень большой объем должен быть экспериментальных работ проведен для того, чтобы определить массу нормативных характеристик, которые должны быть заложены в расчетные формулы. Вот это надо экспериментировать. Раньше это можно было сделать в отраслевых институтах, там НИИСК, СНИИСК там были, да. Сегодня этих институтов практически нет. И вот такие задачи решить в УЗИ, по крайней мере, невозможно. Президент недавно выступал на форуме с ректором. Он же сказал, ученые должны в университете учить, а не зарабатывать. – Преподавательской деятельностью должны заниматься, да? – Конечно, нет, ну вот я начинал работать, когда начинал работать преподавателем, мы работали, значит, занятия провели, и с двух часов, иногда до шести, до восьми вечера были консультации. Мы сидели и четко занимались со студентами. Сегодня этого нет. Сегодня этого нет, потому что преподаватель должен заработать себе на жизнь. Но буду я заниматься научной работой, я буду сидеть в лаборатории, но я не буду учить студента. Нам говорят, давайте, вы привлекаете студента, какая-то научная работа. Научная работа, учебная работа, немного разная работа все-таки. – Очень трудно их совмещать. – К примеру, там, ну, преподаватель, ему дали нагрузку 28 часов в неделю, учебная нагрузка, да? Ну, поделите на пять дней нормальных в неделе учебной, пять дней. Это, значит, по пять часов. Вот он пять часов отработал в аудитории, да? Какая ему наука после? – Он готовится должен. – У него что-то там в голове, конечно, крутится, он ученый, да? Но у него нет времени, чтобы там позаниматься нормально этой работой. Наука должна развиваться за счет создания рабочих мест, места, да, специально для ученых. И раньше так было. Вот, к примеру, Нижегородский университет классический, да? Ну, он был так, Горьковский, да? Горьковский университет. При университете было несколько научно-исследовательских институтов. Там штат был по 50-60 человек, которые не занимались много учебной работой. Они там одну лекцию прочитают в неделю, и все. А занимались научной работой, и за это получали деньги. Другие преподаватели занимались чисто учебной работой. И они к этому приспособлены. Они одаренные преподаватели, методисты. Это совершенно другое. Владимир Павлович, наверное, очень сложно, но теоретически все равно это возможно, зависит все равно от человека. Я просто вспоминаю, вот в 30-х годах, о годах, Харьковский университет, я тоже, по-моему, читал, все-таки они одновременно занимались наукой и преподавали. И все равно успевали, и тоже первая в стране распад атома. Нет, понимаю, нет, понимаете, в чем дело. Вот, понимаете, в чем дело. Правильно, это самое. Ученые, ученые, которые преподают и занимаются наукой, такие есть. Но нагрузка была другая у них. Меньше, да? Ну, конечно, он этот сам, он, причем он мог работать, допустим, ну, у меня, я вам говорил, Давыдов Сергей Сергеевич, руководитель, он генерал-майор был, любил военную форму на День Советской Армии одеть. Вот, он преподавал, по-моему, в трех вузах. Он был завкаведр в МИТе, в Московский институт транспорта, и еще в двух преподавал, там, в военной академии, еще где-то. Ну, он брал там два часа, там два часа, там два часа у него. Ну, все, это, ну, неделю, три лекции прочитать, это нормально. И можешь заниматься наукой. А когда у тебя 28 часов в неделю, да, и ты должен заниматься наукой, то, извините, это уже не то. Учитывая ваш и авторитет, и у других странных, у нас в стране, и ваш опыт научной работы, можно сказать, что студенты, которые привлекутся к занятию наукой, в том числе в области строительных конструкций, они могут найти помощника и в какой-то степени научного руководителя. Он, конечно, не сможет на всех сорваться. И если будет, тем более, задача поставлена, то очень много студентов могут быть вовлечены. Согласен. И для студентов тоже должна быть, должна быть, должна мотивация быть, да, они должны видеть уважение к труду ученого. Вот я, интересно, опять Алмату приведу пример, да, там читал лекции магистрам, так они после лекции, значит, они подходят и говорят, а можем мы к вам запишемся? У них есть форма, значит, форма зарубежного руководителя, привлечения зарубежного руководителя. Они говорят, можем мы к вам запишемся, чтобы вы были моим руководителем? Вот так человек там пять подошли, говорит, вот я, ну, написал им свои адреса, говорю, вот, пожалуйста. Хотите, приезжайте. Понимаете, это, у них есть мотивация, очевидно, да, я уж так вот до конца не разобрался. В чем эта мотивация? Ну, она есть там. И хорошо, что, главное, они нашли в вас человек, который согласился и дал им адреса. Да, ну, нет, ну, ради бога. Мы нашим студентам даем всегда возможность, пожалуйста, и работаем, и привлекаем для своих работ. Вот, вот, ну, к сожалению, студентам тоже сегодня нелегко, я это понимаю, потому что, ну, я был студентом, я получал степень, там, повышенную, 52 рубля. Мне это хватало на месяц прожить там. Я жил в общежитии, 52 рубля мне хватало прожить. Ученые – это те люди, которые могут обеспечить продвижение и развитие в целом цивилизации и, в частности, любого отдельного государства, любой отдельной республики и любого отдельного города. Но необходимо больше внимания уделять ученым, если это раньше чувствовалось, сегодня это меньше, скажем, говоря. Ну, это статистика. Это статистика. Сегодня, к сожалению, вот, если обратить внимание, что у нас приоритеты какие в России на телевидении, к примеру, да? Спорт. Спорт и шоу-бизнес. Про ученого вы не услышите. Развлечения. Да, развлечения. Я понимаю, надо развивать спорт, и президент прав, что надо внимание обращать на то, чтобы поколение было здоровым, чтобы оно росло. Значит, уважая спорт, любя спорт, да? Ну, мне кажется, сейчас начали появляться передачи, где уже рассказывают о научных достижениях. Вот таких передач должно быть больше. Должно быть больше, должны больше показывать достижения, возможности. И, ну, при этом надо просто создавать условия для работы, нормальной работы ученого. Если мы не будем говорить о науке, не будем говорить о научных достижениях, да, то мы будем говорить о том, кто за кого замуж вышел из артистов, известно, в Голливуде, да, и кто с кем разошелся. Но это не тема для разговора. И меня, например, когда вот это идет по телевидению, меня это просто возмущает, потому что мне это интересно ради. Уважаемые зрители, студенты и старшегласники, все, кто будут смотреть, приглашаем вас к занятию научными исследованиями. Вадим Павлович и сотрудники, преподавательский состав его кафедры, рады быть... Готовы сотрудничать и обеспечить руководству, и дать возможность попробовать себя в статусе профессора в девятом классе. Спасибо вам большое, Денис. Да, пожалуйста. Вы смотрели программу «Мотивации». Главным ее героем был Владимир Павлович Селяев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok